Библейский портал экзегет.ру представляет Навал и Авигей. История, как Давид собирал дань с окрестных жителей, когда один отказался платить, собирался его убить, но жена этого человека Навалу говорила Давида этого не делать. И он потом Давид ее себе в жены взял. Такая вот как бы никчемная история. Если ее выпустить, повествование абсолютно не пострадает. История странствий Давида будет смотреться очень гладко. Но это такая иллюстрация, вот как выглядели эти странствия. То есть совсем не такая прогулка воскресной школы с цветочками и всякими разными хорошими штуками. Это довольно такая суровая жизнь. И Давид вовсе не пацифист, вовсе не отшельник, вовсе не предающийся аскезия. Он, в общем, глава вооруженной банды, если называть вещи своими именами. Но при этом он помнит прекрасно о каких-то пределах и не переступает воле Божьей. Ну, а Саул, царь Саул, который вроде бы примирился с Давидом, тем не менее хочет покончить с этим безобразием. И Давид скрывается в такой местности под названием Зиф. Местные жители тоже, кажется, не очень этому рады. И 25 глава объясняет, почему. То есть они должны платить ему дань. Зифиты пришли к Саулу в Гиву. Гива — место, где тогда жил Саул. И сказали, а ведь Давид скрывается на холме Хахилла возле Ешимона. Саул выступил в поход в пустыню Зиф, а с ним 3000 человек, отобранных из всего Израиля, на поиски Давида в пустыне Зиф. Это уже было в 24-й. Саул стал лагерем на холме Хахилла возле Ешимона у дороги. Давид же оставался в пустыне, и он увидел, что Саул разыскивает его там. Давид отправил лазучиков и так вызвал, что Саул действительно пришел. Тогда Давид отправился к тому месту, где встал лагерем Саул. Давид высмотрел, в каком месте ночевал Саул, и Авнер Сеннер, его военачальник. Саул ночевал в центре лагеря, а войско расположилось вокруг него. Ну, логично, оно защищает своего царя. И Давид готовит вылазку. Да, уже становится понятно. Партизанская война тема отличается, что одна сторона обладает силой, которая в открытом бою, безусловно, победит, а другая сторона обладает знанием местности и тактическими приемами подрывной работы. Давид обратился к Ахимелеху, Хититу и к Авишаю, сыну Церуи и брату Юава. Кто отправится со мной в лагерь? Ну, то есть, выбирают двух таких самых ярких, наверное, бойцов. Ответил, отозвался Авишай, я пойду с тобой. Один только, да. Давид с Авишаем отправились ночью к войску Саула, а сам он ночевал в середине лагеря. Его копье было воткнуто в землю у его изголовья, а все войско во главе с Авнером расположилось вокруг него. Авишай сказал Давиду, «Ныне предал Бог врага твоего в руки твои, позволь же мне пригвоздить его к земле одним ударом, и не понадобится мне второй». А то есть, он даже не предлагает Давиду это сделать, говорит, «Я за тебя сделаю грязную работу, убью царя». Давид ответил Авишаю, «Не губи его, кто же может безнаказанно поднять руку на помазанника Господнего?» Давид добавил, «Жив Господь, пусть Господь поразит его, или сам он умрет в свой срок, или пойдет на войну и погибнет, а меня да сохранит Господь от того, чтобы поднять руку на помазанника Господнего. Возьми лучше копье, что у него в изголовье, сосуд с водой, и пойдем в освояси». Давид взял его изголовье копье и сосуд с водой, и пошли они прочь. Ну, на ночь попить, если захочет, да. «Никто не видел их и не знал об их приходе, даже не проснулся, все спали, ибо напал на них крепкий сон от Господа». Вот вновь, как в 24 главе, Давид говорит, «Я его убивать не буду, он передает право мести Богу». И 25 глава, она нам как раз показала, что Господь может это сделать, когда там навал, оскорбивший Давида, в скорости умер, видимо, от инсульта. Ну, а пока Давид просто захватил доказательства того, что он пробрался в лагерь, того, что мог убить действительно. Давид перебрался на другую сторону расщелины, да, то есть вот гора, на ней лагерь, потом расщелина, и на другой стороне Давид. Так что видно в лагере, что происходит на другой стороне, но пройти не так просто, да, пока там спустишься, поднимешься, те убегут. На другой сторону расщелины и встал подальше, на вершине холма. Между ним и лагерем Саула было немалое расстояние. Давид возвал к войску и к Авнеру сыну Неру так, «Ответь мне, Авнер!» Авнер отозвался, «Кто ты, что будешь царя?» И крикнул Давид Авнеру, «Разве ты не мужчина?» «Да и кто равен тебе в Израиле?» «Что же ты не охраняешь господина своего царя?» «Приходил тут один простолюдин, чтобы погубить царя твоего господина. Нехорошо это ты поступаешь. Жив Господь, вы достойны смерти, что не охраняете вашего господина, помазанника Господнего. Посмотри-ка теперь, где копье и сосуд с водой, что были у него в изголовье». Он так как бы намекает, да, он кричит вроде бы, обличая главу войска, да, «Что же ты царя не охраняешь?» Но показывает, «Я тут побывал у вас уже. Один какой-то, буквально один из народа простолюдин». Саул узнал Давида по голосу и спросил, «Твой ли это голос, сын мой Давид?» Да, Саул уже все понял. Давид ответил, «Мой, господин мой царь». И добавил, «Зачем же господин мой гоняется за рабом своим? Что я сделал? Какое зло сотворил? Пусть выслушает теперь господин мой царь слова раба своего. Если это Господь послал тебя против меня, то да будет ему угодно эта жертва. Но если причина сыны человеческие, то прокляты они пред Господом». Соответственно, он готов принять любую волю Господню, но не готов, чтобы некие люди навязывали ему свой сценарий. «Они лишают меня доли в наследии Господнем, гонят меня, чтобы не служить другим богам. Да не прольется кровь моя на землю вдали от Господнего святилища. Вышел царь Израиля в поход на поиски какой-то блохи, гоняется словно за куропаткой по горам». Но он повторяет, в общем, более-менее те слова, которые в 24 главе говорил по другому поводу. Там он полуодежды отрезал у Саула на смысл тот же самый. «Прекрати меня преследовать. Видишь, я был готов тебя убить, мог это сделать, но отказался от этой возможности». Саул ответил. «Согрешил я. Верни, сын мой, Давид, и впредь я не причиню тебе зла. Драгоценной была сегодня жизнь моя в глазах твоих, а я был безумцем. Как же глубоко я заблуждался». Давид сказал. «Вот компьет царя, и пусть подойдет кто-нибудь из царских отроков и заберет его. А Господь да воздаст всякому по вере и правде его. Предал тебя сегодня Господь в руки мои, но я не пожелал поднять руки на помазанника Господнего. И как была драгоценная твоя жизнь в моих глазах, так да будет значима моя жизнь для Господа, и да избавит он меня от всяких бед». «Саул отвечал Давиду, благословен ты, сын мой, Давид, многое свершишь, во многом преуспеешь». И пошел Давид своим путем, а Саул вернулся к себе. То есть Саул даже зовет его обратно, но Давид понимает, что рубеж уже перейден, что с Саулом ему уже не ужиться, что Саул человек, чьи настроения меняются непредсказуемо. И сейчас он зовет Давида, а через какое-то время он опять захочет его убить, и придется снова бежать, и ничего хорошего из этого не выйдет. Ну вот, смотрите, бывают примирения, после которых не возрождается разрушенное единство. Когда-то, когда-то Давид был при Сауле, но он уже больше ему не доверяет. То есть примирение — это не всегда возврат к тому, что было. Иногда это возможность просто пойти каждому своим путем, что тоже хорошо. Ну и что из этого получится, об этом, конечно, следующая глава. Продолжение следует...